Но с тех пор, как была сделана заявка по тем названиям, которые вы видели, была опубликована статья по тем названиям, которые вы видите сейчас. Статья была опубликована где-то 25 мая, подана в редакцию 15 мая, то есть за 10 дней была пройдена вся редакционная работа. Такая спешка была вызвана тем, что надо было как-то реагировать на аномальную и аморальную ситуацию, которая сложилась в проведении политики по социальному дистанцированию как меры борьбы с распространением эпидемии COVID-19. На статье был предползан эпиграф, взятый из речения Фрэнка Сноудена «Эпидемия подобной вспышки коронавируса для человечества. Зеркало, в котором отражаются моральные отношения между людьми». Фрэнк Сноуден в прошлом году выпустил огромную монографию по взаимоотношениям между пандемией и человечеством. Там были упомянуты, естественно, и чума, и оспа, и испанка. И текущая эпидемия, следующий слайд, пожалуйста, отличается от всех прочих своей такой острой направленности на лиц пожилого возраста. Так, вот здесь можно видеть цепичную картинку, которую можно во множестве наблюдать на самых разных сайтах, где показано, как от возраста зависит то, что называется case fatality rate, вероятность погибнуть в случае наличия диагностированного заболевания, в данном случае COVID-19, в разных странах для разных возрастов. Видно, что к возрасту 80 лет вероятность погибнуть возрастает очень резко. И, кроме того, виден большой разброс по разным странам. Следующий слайд. Следующий слайд. Вообще, вот когда такие делают исследования, фигурирует в расчетах небольшое число параметров. В-первых, число умерших. Казалось бы, да, довольно легко определить, сколько человек погибло от заболевания. Но не в случае COVID-19, об этом уже неоднократно упоминали, человек инфицирован, погибает от инфаркта. И как записать эту смерть от COVID-19, от инфаркта? Если бы не было COVID-19, он бы не погиб от инфаркта, ну и так далее. От их спорных вариантов очень много. Поэтому ко всем данным по числу умерших надо относиться с большой осторожностью и с оглядкой. В этом отношении показательная ситуация, если сравнивать данные, скажем, по Швеции и по Европе в целом. Когда они только появились, это вообще была загадка. Смертность была по Европе где-то порядка 4%. У нас 4% в Европе от 4 до 10, там в Италии 10. А в Швеции 95%. И в Великобритании тоже, между прочим, смертность, вот это case fatality rate, 95%. В чем дело? Они там что, лететь, что ли, не умеют совсем? Или у них просто там... Нет, дело в том, что в Швеции был перекос с другим параметром. Пожалуйста, слайды. В Швеции учитывали только тяжелые случаи. Поэтому понятно, что среди тяжелых случаев смертность гораздо выше, чем среди менее тяжелых случаев, которые учитывались в разных других странах. То же самое с Великобританией. И за что... Да, ну еще можно учитывать число инфицированных. Здесь совсем дело обстоит сложно, поскольку число инфицированных определяют психологическими тестами. А, значит, при низком числе инфицированных, оно действительно низкое, порядка 5%, например, так в среднем. Если чувствительность и число ложно-положительных и ложно-отрицательных результатов достигает 95%, да, только 5%, да, то есть специфичность и чувствительность 95%, это вполне прилично для синергического теста. Вполне вероятно, что число ложноположительных результатов будет равно числу истинноположительных результатов. То есть тут тоже много разных неопределенностей. Получается такая ситуация эпидемиологического хаоса. Но если найти точку зрения и должную систему координат, то в этом хаосе можно обнаружить порядок и порадоваться тому, что в природе порядок-то есть. Если мы делим численность умерших от COVID в возрастных интервалах по 10-летним возрастных интервалах и на численность диагностированных случаев COVID в этих же интервалах и строим, проставляем полученные точки в полуоритмической шкале, они для самых разных стран, для самых разных стадий эпидемии ложатся на прямые линии в полуоритмической шкале. Причем, что самое замечательное, эти прямые линии параллельны между собой и более того, они параллельны кривым линиям, которые построены по общей смертности населения. Тут только надо иметь в виду, что там внизу на слайде практически две совпадающие линии для Италии и Швеции. Это число умерших в год на 100 тысяч населения, а верхние кривые – это число умерших за время эпидемии на число инфицированных. То есть, переводить напрямую одно в другое – это затруднительно, но то, что все эти кривые в полуоритмической шкале прямые параллельны – это факт, который поражает реально. И свидетельствует о том, что все-таки порядок есть, и из этого порядка следует следующее. Вот такие вот данные можно, во-первых, это все соответствует тому, что известно в геронтологии, как закон Гомпресса Мейкхема, экспоненциальное возрастание смертности от всех причин. И получается, что также точно растет смерть от COVID среди диагностированных. И во всех случаях период удвоения смертности составляет порядка 7,5 лет. Следующий слайд. И вот этот самый одинаковый период удвоения смертности около 70 лет означает, что среди имеющих симптомы заражения риск погибнуть у 70-летних может быть очень простой расчет. Выше, чем у 30-летних, примерно в 40 раз. Ну и в общем возрастной группе 60-70 лет риск погибнуть среди тех, кто диагностирован. Не тех, кто инфицирован. Это две большие разницы. Составляет около 8%, причем среди мужчин он немножко больше, чем у женщин, 10,6% соответственно. Но здесь обращает на себя внимание еще один факт. Среди жертв инфекции только 2% не имеют сопутствующих заболеваний, свойственным пожилым. Это неоднократно упоминавшаяся гипертония, синюрская болезнь сердца, диабет типа 2, которые часто встречаются по нескольку одного больного. Так вот, известно, что число пациентов с первые диагностированными заболеваниями такого рода тоже растет с возрастом все по той же экспоненте, все с тем же периодом двоения порядка 7-8 лет. Ну и для других типов пневмонии известно, что частота пневмонии тоже растет с возрастом примерно таким же манером. Но лучше один раз увидеть, чем много раз услышать. Следующий слайд, пожалуйста. Вот здесь показаны, взяты данные как очень наглядные Министерства хранения Испании. Здесь видно, как растет с возрастом шансы получить диагноз инсульта, диабета, заболевания сердца. И вот сам справа находится еще артрит. Это не смертельное заболевание, но это аутоиммунное заболевание. И как раз расстройство иммунной системы, которое приводит к артриту, фактически аналогично тем, которые приводят к осложнениям COVID-19, в том числе к смертельным осложениям. Это цитокиновый шок и так далее. Ну и еще тут предъявлены графики, которые показывают, как в полулогарифмической шкале линейно растет смертность от диабета, от хронически обструктивных лёгких заболеваний и от пневмонии. Везде период удвоения все тот же. Ну, от 6 до 8 лет. Таким образом, вот одна из недавних работ, буквально неделю назад, была публикована, на самом деле их очень много, констатирует. Вот факт, что шансы на смерть в результате заражения вирусом SARS-CoV-2 повышают преклонный возраст. И диабет, сердечно-сосудистые заболевания. Но, да, опять всё пропало. А, я-то вижу на нижнем. И возникает вопрос, как препятствовать развитию вот этих заболеваний. На самом деле и сейчас, а тем более в длительной перспективе, самым надёжным способом предотвращения смертности и тяжёлого течения от COVID-19, это предотвращение этих факторов риска. Так вот, на данный момент бесчисленным исследованием установлено, что при старении, при увеличении возраста, главным фактором риска развития метаболических расстройств, включая диабет, метаболический синдром и сопутствующую гипертензию, является снижение количества и качества скелетной мускулатуры. И поддерживать себя в состоянии не только метаболического, но и иммунного нормального состояния можно только с какого-то возраста регулярными физическими упражнениями. И в результате возникает интересная ситуация. Для того, чтобы снизить вероятность заражения пожилых людей, их переводят в режим самоизоляции и тем самым повышают риск развития тяжёлых осложнений в случае заражения, во-первых, и кроме того, тяжёлых осложнений даже без всякого заражения. Следующий слайд, пожалуйста. Теперь, что касается заражения. Вот здесь показано, как по тем же данным из Центра эпидемиологического контроля Испании и Швеции, как выглядит зависимость иметь диагноз COVID, подтверждённый, от возраста. В данном случае нам не очень интересны даже вот эти абсолютные значения этих цифр. Самый главный ход этих кривых. А ход такой, что в возрасте от 40, ну скажем так, до 70 лет у нас повышения не наблюдается. Некоторый пик приходится на возраст порядка 55 лет. Но до 70 лет риск оказаться с диагнозом COVID-19 не растёт. Следующий слайд. Что касается риска инфекции, то здесь крайне ограниченные данные, как ни странно. Единственное исследование, где удалось найти данные по серопозитивности с разбивкой по возрастам, было выполнено в городе Кобе, Японии. Данные очень ограниченные. К ним надо относиться с осторожностью. Здесь сверху и снизу 95% доверительные интервалы, а в центре, жирном, кривая зависимости вероятности инфекции от возраста. Слева – это прениминальная регрессия. Но на самом деле эти точки лучше всего просто аппроксимировать прямой справа. И по этой прямой тоже получается, что риск инфекции сам по себе, если увеличивается с возрастом, то крайне незначительно. Значит, с возрастом у нас не увеличивается риск инфицированности, не увеличивается риск получить тяжелую форму ковида, но увеличивается риск помереть в случае, если эта самая тяжелая форма ковидной инфекции возникнет. И следующий слайд. Есть только сейчас, поскольку вообще крайне неопределенные ситуации, очень много пытаются понять по результатам моделирования. И удалось найти только одно исследование, в котором моделирование последствий социального дистанцирования было сделано с учетом возрастной аспекта ситуации, с учетом разбивки дистанцируемых на разные возрастные группы. Я специально здесь буквально перевел выводы из этого исследования, которые звучат таким образом. Мы показали, что подавление пандемии достижимо только при высокой эффективности мер по изоляции молодых и средних возрастных групп. Направленность только на пожилых может снизить предполагаемое бремя смертности, но в степени более низкой, чем при более интегрированных стратегиях, включающих несколько возрастных групп. Единственная стратегия частичной строгой изоляции, которая приводила к подавлению эпидемии в нашем моделировании, была направленность на молодой и средний возраст при эффективности более 60%. Воздействие этой стратегии на оцененные нами результаты, длительность эпидемии, смертность, длительность перегрузки здравоохранения, а также тяжелые случаи сравнимо с полной изоляцией людей всех возрастов при эффективности выше 40%, потому что именно эти возрастные группы, молодая и средняя, вносят самый большой вклад в перенос инфекции. С другой стороны, направленность мер изоляции только на пожилых может теоретически снизить смертность в той же пропорции, что и в сочетании с мерами изоляции другой возрастной группы. Однако, если полагаться только на направленность на пожилых, то это должно привести к тысячам дополнительных тяжелых случаях на пике эпидемии при сравнении с другими стратегиями. А система здравоохранения будет пригружена на несколько недель дольше. Следующий слайд. Так вот, теперь, если мы заглянем за ширмой сооруженных сантиментов, типа, дорогие, посидите еще, мы же о вас заботимся и так далее, и так подобное, то окажется, что единственная цель дискриминации людей по возрастному признаку, переходящей теперь уже в апартеид, состоит в ослаблении конкуренции за ограниченное число реанимационных коек между теми, кому дорогостоящие реанимационные меры дадут с меньшей вероятностью меньше дополнительных лет продуктивной жизни, и теми, кто с большей вероятностью получит больше дополнительных лет более продуктивной жизни. Вот и все. В связи с этим можно вспомнить широко известном эксперименте по оптимизации финансово-экономических отношений между разными возрастными группами, который был поведен известным персонажем Родином Раскольниковым. И едва ли случайно в этом контексте то, какую профессию выбрал автор романа «Для главного героя». Раскольников был недоучившимся, но все равно юристом. А юристы, экономисты, менеджеры слишком озабочены законотворчеством и законопослушанием, чтобы обращать внимание закономерности, которые существуют, независимо их сознание, ну и, как показывает практика, еще и в недоступность для нее. Ну и что в таком случае может показать зеркало эпидемии? Зальгнув в него, достигшие возраста 65+, сакраментальные вот это вот церковь, могут увидеть наконец, кто они такие с экономических, юридических и управленческих позиций. Жить им нельзя, потому что это чревато повышенной конкуренции законочный фонд с более перспективной частью населения. Умереть тоже нельзя, потому что это повысит нагрузку на службу ЗАГС и оказание похоронных услуг. Что остается? Остается только сидеть дома. И вот в связи с этим еще можно вспомнить о интересном таком термине, который появился у наших западных коллег. Бума римова по отношению к COVID-19. Бума – это те, кто является результатом бума рождаемости в 50-х годах прошлого века. Значит, бума бэбис, им сейчас как раз 65-70 лет, а вирус SARS-CoV-2 – это вот такой вот бума римова, элиминатор лиц этого возраста, либо путем самоизоляции, либо путем просто физического уничтожения. Следующий слайд. И выводы, которые следуют из всего сказанного, такие. Старшее поколение стало главной жертвой не только самого SARS-CoV-2, но и мер, предпринимаемых противораспространения. При этом люди пожилого возраста не являются основными агентами распространения SARS-CoV-2. Люди старшего возраста могут и должны быть включены в борьбу с эпидемией и преодолению последствий, но не путем избирательной изоляции и других форм дискриминации. Люди старше 60-50 лет составляют значительную часть населения и имеют не меньше, чем граждане других возрастов, право на уважение и соблюдение их нужд и интересов, включая право на качество доступной жизни даже в экстремальных ситуациях. Перспективы полного контроля SARS-CoV-2 не ясны, поэтому всем, кто принимает решения относительно лиц старше 60-50 лет, надо иметь в виду, что в настоящее время, в отличие от Средневековья, это личное будущее практически для каждого, в том числе и для тех, кто принимает решения. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...